МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клюквы, поля целые. То есть это то, что там выращивается, и, конечно, никто вовремя это не убирает. Только это нам и нужно было. Кто-то придумал таскать туда бачки, которые обычно рядовые застегивают на спине, такие специальные для полевой кухни. И вот мы ночью, когда все уходили из казармы, ускользали туда, прибегали, и в темноте при свете прожекторов, которые высвечивали эти ряды кустов или деревьев, оттуда набирали, набивали полные бачки этой самой изумительной малины и облепихи. Но, конечно, недолго, немного времени прошло, прежде чем кто-то решил, надо бы из этого варить брагу. И в результате мы освоили технологию, в которой в бачке, засыпав сахаром, мы заливали это все водой и настаивали на этом брагу. Первый эксперимент был летом. Мы залили один из таких первых бачков из полевой кухни. И дальше все думают, куда же их спрятать, чтобы это не нашли. Но идея пришла ко мне, самому пытливому мозгу. Я сказал, надо прятать там, где никто никогда не найдет. В результате мы забили этот бачок в тумбу в комнате для политического воспитания прямо под бюстом Ленина. Поставили ее туда, закрыли, забили переднюю панель и решили, что две недели пусть постоит. И вот представьте себе, идет политическое занятие, которое ведет майор, я как сейчас помню, Капелян. Он прохаживается между рядов, мы все сидим, он говорит, особенную угрозу для нашей страны представляет американский империализм, который все боль... И вдруг так... И вся комната постепенно наполняется ароматом браги. Он продолжает, потом в какой-то момент вот это достигает такой громкости, что уже не игнорировать это нельзя. Майор Капелян останавливается, оборачивается по сторонам, отдельные личности делают так... Вот, а у меня в голове только одна мысль. А если она сейчас взорвется? То есть бюст Ленина, который воткнулся в потолок, это чревато реальным уголовным сроком. Поэтому мы переклятываемся с моим приятелем, который сидит за соседней партой, и я ему говорю, давай, как-то, как-то что-то отвлеки там. Он отпрашивается, выбегает в коридор, добегает до туалета, и оттуда начинает орать благим матом, как будто кто-то кого-то бьет, или там происходит что-то страшное. На что Капелян говорит всем оставаться на местах, выходит, а мы бросаемся к этой панели, судорожно ее отдираем, берем этот бачок и выкидываем из окна, где он удачно и взрывается с фонтаном браги, который потом долго еще не могли соскоблить со стен казармы. Когда возвращается Капелян, он застает нас в тех же самых положениях, панель прибита, а у нас в голове до сих пор стоит вот этот вот космический подъем Бюста Ленина в потолок под воздействием малиново-облепиховой браги. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова